Всех приветствую, друзья, на своем канале. Я DOF. Сегодня у меня Xperia Ultra. Xperia Z Ultra. Будем менять дисплейный модуль на ней. Вот я ее только что включил. Она загружается. Здесь у нас скол, здесь скол. Видите, да? Смартфон после падения. Тач не реагирует. Дисплей рабочий. Здесь у нас немного даже рамка погнутая. Это мы не будем делать. Итак, разбираем смартфон. Разборка данного смартфона напоминает чем-то конструкцию Xperia Z. 3-го. Снимаем крышку. Ставим 200-250 градусов. Не сильно нагреваем, потому что крышка пластиковая. Не сложно снимается после нагрева. Можно снять и без нагрева, но снять будет посложнее. Убираем в сторону. Снимаем пластиковую заглушку. Вот эту заднюю. Давайте открутим болтик для начала. Теперь снимаем заглушку. Винты батареи раскручиваем. Включаем батарею. Итак, батарею нам необходимо снять. Будьте осторожны. Где-то вот в этом месте проходит основной шлейф. Поэтому советую снимать. Давайте отстегнем коаксиальный кабель. Снимаем с этой стороны. Не очень сложно снимается. Сняли батарею. Про этот шлейф я вам говорил. Аккуратно снимаем. Далее снимаем эту пластиковую заглушку. Под ней находится шлейф с микрофоном. Снимаем. Аккуратно отклеиваем микрофон. С другой стороны. Аккуратно, он очень тонкий. Вытаскиваем. Вытаскиваем. Далее снимаем антенный модуль. Давайте снимем этот пластик микрофона для начала. Стоять их будем раздельно. Металлическая заглушка. И антенна модуля. Вот у нас здесь находится разъем тачскрина. Снимаем, отстегиваем разъем тачскрина. Еще одна заглушка. Разъем дисплея. В принципе и все. Переворачиваем смартфон. И оставлю 300-350 градусов на фене. Нагреваем стекло. Пластик можно снять. Металлическая заглушка. Металлическая заглушка. Инжелаем стекло. Металлическая заглушка. Нагревайте преимущественно ту часть, которую вы будете отклеивать сразу, то есть если я снимаю сверху, то я нагреваю верхнюю часть, после этого будем нагревать нижнюю. Нет смысла нагревать все сразу, потому что пока вы будете отклеивать верх-низ уже остынет. Давайте приступим. Вот так. Вот так. Вот так. Связаем герметичный скотч. Довольно крепкий. Верх мы сняли. Греем низ. Снимаем низ. Сняли дисплейный модуль. Давайте удалим остатки. Остатки герметика. Удаляем. Хорошо очистите края посадочные. герметичные. Обычно в них скапливается мусор, пыль. сажаем. Сажать будем на обычный скотч. Соответственно герметичность смартфона будет нарушена. Обязательно предупредите клиента об этом. Либо, если у вас есть герметичный скотч, вы можете посадить на него, конечно, у нас в данный момент его нету. Поэтому дисплейный модуль будем клеить на обычный двусторонний скотч. Герметичный скотч стоит немного дороже. Но почему-то после проклейки герметичным скотчем телефон все равно протекает. Поэтому, чтобы не давать гарантию на герметик, мы проклеиваем обычным скотчем и предупреждаем клиента о том, что после замены дисплейного модуля герметичность телефона нарушена. Не знаю, насколько он оригинальный скотч, который мы заказываем. Написано, что оригинал. Тем не менее, все протекает. Можно попробовать заклеить обычным силиконовым клеем. Держит герметичность. Вообще, я вам скажу, с герметичностью лучше не связываться. В смысле, не давать гарантию у него, потому что потом придется отвечать не только за герметик, но и за детали, которые повредились при попадании влаги внутрь телефона. Поэтому, честно скажу, мы с ним не работаем. Клеим обычным скотчем. И так, заклеили. Давайте посильнее прижмем скотч к каркасу. Почт Princip. Третьих Круг. Продолжение следует... Проклеиваем другую сторону. Продолжение следует... Обратите внимание, проклеиваю две стороны. Первую сторону можно, в принципе, не проклеивать, если у вас крышка нормальная, снята, не повреждён скотч. Можете проклеить только вот эту вот сторону, непосредственно в сторону самого дисплейного модуля. Мы проклеиваем обе, потому что после снятия крышки обычно нарушаются свойства двустороннего скотча самой крышки. И поэтому именно на этой модели Z-Ultra я вам советую проклеивать обе стороны. Потому что крышка большая и при её соединении от рамки часто бывает такое, что клиенты приносят обратно. По той причине, что крышка отклеивается, появляются щели, попадает пыль и так далее. Поэтому проклеивайте с двух сторон. Продолжение следует... Как следует, прижимайте скочки к посадочным местам каркаса. Можно даже раскатать вот так. Снимаем бумажки. Продолжение следует... 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 Вставляем дисплейный модуль, сначала вставляем разъемы в отверстие, всадим, застегиваем разъем дисплея. Далее у нас идет пластиковая заглушка, такая вот рамка. Обратите внимание, микрофон, шею микрофона у нас проходится, тач. Отсоедините пластик от самого шлейфа микрофона, так будет удобнее. Вставляем антенный модуль, вставляем антенный модуль, далее у нас идет пластик, посадочное место микрофона. Вставляем микрофон, далее вставляем пластиковую заглушку микрофона. У нас идет до микрофона, потом уже ставим микрофон и пластиковую заглушку микрофона. все готово, батарея, коаксиальный кабель, пристегиваем батарею, обратите внимание, здесь тоже есть пазы, батарея не должны сесть на место, здесь по бокам. давайте включим смартфон, пусть загрузится, логотип появился, закручиваем болты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заднюю верхнюю рамку ставим. Болтик на место. Вот так, снимаем бумажки. Еще раз повторюсь, эту часть можно не проклеивать. Советую вам проклеить, потому что крышка большая. И при снятии крышки и при постановке ее обратно свойства клейки и скотча уже не те. Поэтому лучше проклеить. Сейчас вот будьте уверены, что она уже не отклеится. Как говорится, двойной скотч поставили. Давайте прижмем как следует по бокам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тач работает. Всем спасибо за внимание. Друзья, с вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. Только что мы поменяли дисплейный модуль на Xperia Ultra. Всем спасибо за внимание. И удачного дня. Кстати, цена замены данного дисплейного модуля 160 евро у нас по Испании. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok